Добрый день, с вами канал Бон Аппетит, я шеф-повар Эдуард Тибилов. Сегодня мы будем готовить стейки. Стейк будет у нас из говяжьей вырезки, филе миньон так называемое. Прежде чем начать работать, я бы рекомендовал приготовить такое ароматизированное масло. Оно у нас будет состоять из оливкового масла, чесночка и все, что любая трава, какая вам по вкусу придется. Розмарин, тимьян. Берем зубчик чеснока, веточку тимьяна, веточку розмарина, заливаем оливковым маслом и ждем, пока масло у нас примет вкус. На горнир мяса у нас сегодня будут шампиньоны. Мы поставили разогреваться сковороду, вот она у нас уже хорошо прогрелась. Сейчас мы подготовим грибочки и начнем. Ну что, грибочки наши готовы. Это заняло буквально 3,5-4 минуты. Притом, если учитывать, что мы готовим шампиньоны, и их можно кушать в сыром виде, то я уверен, что через 4 минуты наши грибы уже будут готовы. Ну что, гарнир у нас готов, теперь мы перейдем к мясу. Сегодня мы готовим филе миньон, так называемый, из говяжьей вырезки. Вот она у меня в руках, симпатичный кусок мяса. Самое нежное мясо, которое есть в туши говядины. Это мышца, которая не участвует в движении коровы, соответственно, из-за этого оно самое нежное, самое мягкое. Сначала мы отрезаем голову, затем зачищаем от пленки, отрезаем хвост и делим наш кусок мяса на два равных стейка. Ну что, у нас получилось 2 красивых, 2 хороших миньона таких. Сейчас мы их подмаринуем. Маринад это условно, это ароматизированное масло, которое мы приготовили. Мы просто смазываем только одну сторону, потому что нам этого жира будет достаточно, чтобы приготовить стейк полностью. Соль, перец мы добавлять не будем, потому что стейки, в принципе, изначально никогда не солят и не перчат. Соль въедается в ткани мяса, выделяется очень много жидкости, нам этого не надо. Мы сейчас начнем обжаривать наши миньоны. Мы их, говоря на поварском сленге, мы их запечатаем. То есть, при максимальной температуре мы дадим корочку по 2-3 минуты с каждой стороны, чтобы мясо внутри осталось сочным, чтобы не выходил сок. А затем мы будем доводить в духовке до нужной степени прожарки. Миньон, как правило, подают медиум прожарки. Это значит, у нас 185 градусов, 8-10 минут у нас будет замечательный миньон. Перевернули мясо. Ой, видите, какой красивый рисуночек у нас появился. За счет того, что мы готовим на сковородке гриль и вам рекомендую. Голова, которая у меня вот в правой руке, с нее можно приготовить тартар, всеми нами любимый. Можно распластовать немножко, отбить, приготовить карпаччо, тоже очень вкусно получится. Можно без троганов сделать, уже нежное мясо. А это хвост, который у нас остался. С него можно приготовить стейки торнедус, называется. Название тоже, пусть вас не пугает. Просто нарезаете поперек на небольшие медальончики, обжариваете 2-3 минуты. И вот вам стейк торнедус готов. Наше мясо готово. Подписывайтесь на наш новый канал «Коктейли и напитки». И вы узнаете, чем можно запить филе миньон. «Коктейли и напитки» С вами был канал «Бон аппетит» и я шеф-повар Эдуард Тибилов.